Привет, зритель! Я долго-долго думала, давно хотела, но чё-то меня всё время останавливало приобрести что-то подобное. Это у нас кардиоидный микрофон Пушка от Комика. И сейчас я при вас его вскрою, а потом протестю. В общем, тут у нас выгравирована, если так можно сказать, Комика Профессионал Аудио Экуипмент. Открываю. Вот оно. Муфточка. Тело микрофонное. Вот оно вот такое. Вот оно. Тут как раз можно поставить на штатив. Тут у нас инструкция на инглише. Да, кстати, этот микрофон и для видеокамеры, и для смартфона. Если у вас на фотике вашем цифровом есть дырка Jack 3,5 мм под микрофон, то, соответственно, тоже можете использовать. Тут он не только с ведроидом живёт, но ещё и с яблочной продукцией. Причём... А вот тут мелко так про андроид. Тут андроид на китайском, латинскими буквами. И он как-то крупнее выглядит. Что я его сразу заметила. Так, оно, кажется, вот так всё открывается. Так, вы-то видите, с той стороны я сейчас с этой гляну. Вот то, что я смотрела. Ну, и тут мухточка, два провода, ветрозащита, тело, подставка и кейс. Так. Во. Вот. Муфточка. Очень даже качественно сделана. Тут он даже фирменный. Верёвочка, не верёвочка, но, в общем, комика. Во. Очень удачно оделся. Ещё у нас тут пакетик с этим силикатным гелем. Ну, и два провода. Вот этот для видеокамеры. А этот, ну, он ещё и серенькой штучкой отличается для телефона. Комика-комика. Сейчас я прервусь и уже попробую что-то записать, протестить. Да, кстати, он растягивается. С микрофона. Как вариант, можно вот так вот его держать. Вот заодно узнаю, слышно ли было эти звуки пальца. Мне, честно, он нравится. Я не знаю, как он сейчас при монтаже будет. Вот слышно его там. Не слышно, не слышно. Видно, не видно. В общем, я тут сижу где-то, ну, может, чуть больше метра. По диагонали. Я посмотрела в камеру, как оно будет видно. Видно табуреточку, видно там часть стенки. Думаю, значит, будет видно и меня. Микрофон у меня сейчас стоит. Я вспомнила, что у меня есть крепление для велосипеда на экшн-камеру. Я села такой китайской стенкой. Или как бы это назвать. Ну, в общем, поступенчато. И вот сейчас он пока крепится. Но это вот вариант, как если где-то вот так он стоит. И может быть, даже этот вариант подойдет, если ставить на какую-нибудь табуреточку, на столик. Если, допустим, писать ASMR, как рисуешь. Но я думаю, все-таки посмотреть, если не штатив, то какой-нибудь, может быть, небольшой монопод. Так вот, чтобы где-нибудь на метр поставить его, поставить на него микрофон. И счастье есть. Ну, у меня как бы микрофон стоит чуть-чуть повыше. Может, настолько вот на пару сантиметров, чем камера. И он, если напротив... Ну, в общем, он справа. Если так к нему лицом стоять, то он бы отсрела. Я тут в штанах таких, которые как бы пижамные. Ну, не совсем. По-моему, там у меня была пижама как домашний костюм. В итоге я ее вижу просто как домашний костюм. А что, если записать вот так? По дорожкам за камерой, видимо, все-таки это то место еще, которое улавливается. Оно как бы видно и вон полосочками бежит. А чуть подальше и чуть подальше. А еще чуть подальше. И вообще привстать. Походить тут немножко. Камера, ты меня слышишь? У меня он на кровати кот валяется. В смысле, лежит вообще. Но я думаю, что тест микрофона прошел нормально. Тут вот как бы фоновый такой фон. И мой голос где-то сверху, да? Может быть, я даже в кадр влезала где-нибудь. Мне, честно, вам понравился этот микрофон. Удобный. Удобно все крепится. Ну, а вам спасибо за просмотр. И всем пока.